Узнать пароли от личных кабинетов, банков и списать деньги со счетов достаточно просто, и пытать человека для этого не нужно. Достаточно убедить его остановить вирусные приложения, с помощью которого преступники узнают всю нужную информацию. Вредоносную ссылку они направляют на электронную почту, замаскировав под рассылку, например, от магазина. Просто так нажать, перейти по ссылке, это уже, наверное, не уровень 21 века. Если вы интернет-пользователь, вы должны понимать, куда вы нажимаете, что вы хотите найти в интернете, это вас сбережет как раз от кражи ваших личных данных. Защитит от взлома личного кабинета пароль, который преступникам будет сложно подобрать. Так что, придумывая в очередной раз оригинальное сочетание букв и цифр, подойдите к этому процессу творчески, а не вбивайте фамилию или дату рождения. Еще одна защита от похищения информации – это установка антивирусных программ. Не стоит экономить на антивирусе, потому что вы, в первую очередь, экономите на своей безопасности. Это в наш век очень важно, так как всем сейчас нужны ваши личные данные, всем сейчас нужно смотреть, всем интересно, куда вы переходите, что вы смотрите. Все эти данные используются на то, чтобы вам быстрее продать свои продукты, все эти данные используются для рекламодателей. Сто человек обзвонили, одного уговорили перевести свои сбережения на счет неизвестных лиц. Примерно так выглядит еще одна схема мошенников по отъему денег. И люди продолжают на нее вестись, так как во время разговора преступники апеллируют к конфиденциальной информации. В 99% случаев это мошенники, которые получили эти данные таким же преступным путем. К тому же сотрудники кредитных организаций никогда не просят сообщать пароли. Если вам предлагают отменить какую-то операцию, говорят, что у вас какие-то проблемы со счетом и так далее, не надо продолжать больше никакие разговоры, положите трубку и перезвоните либо на номер телефона, который находится на обратной стороне карты, либо придите в ближайшее отделение Сбербанка или любого другого банка. Затянувшийся разговор с преступниками стоил одному мужчине почти миллиона рублей. Мошенники убедили его оформить кредит, а потом все деньги перевести на счета неизвестных лиц. Полную запись интервью начальника полиции Андрея Чернышева по самым распространенным схемам мошенничества смотрите в рубрике «Без комментариев» на канале Саров24, а также на канале в Ютьюбе. Елена Грязкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров24.